Итак, первый рекордер. Это джекбокс. Как им пользоваться? Открывается обычной липучкой, раскрывается. Для того, чтобы было удобно, он закрепляется здесь, с обратной стороны. И получается вот такая штучка. Можно ее поставить. Чтобы его включить, есть кнопочка с правой стороны. Удерживаем немножечко кнопочку, и он включается. Ждем. Далее у нас появляется меню, в котором нам необходимо выбрать запись. Запись выбирается с помощью джойстика. Поворачивается влево, вправо, вниз, вверх. Выбирается запись и нажимается как Enter в глубину кнопочка. Далее выбираем Audio и снова Enter. Перед нами открывается запись с линейного входа. Все уже настроено, делать ничего не нужно. Для активации записи необходимо нажать кнопочку, которая имеет букву А или А по-английски. Нажимаем ее и видим, что на экране у нас появляется мигающая кнопочка. Рек. Пульсирующая. Появляется какое-то название файла, оно может быть любым. Это не важно. И далее мы видим, как пишется. Сколько секунд прошло в записи. Для того, чтобы нам проверить, пишется или нет, мы периодически можем в течение всего вечера подходить и наблюдать, пишется или нет. Вот здесь. Будет в конце вечера около 6-5 часов время указано. Вот таким образом можно поставить, чтобы ничего не мешало, чтобы легче было смотреть. Далее, для того, чтобы подключить это устройство к пульту музыкальному, мы сделаем следующее. С левой стороны у нас есть вот такие кнопочки. Они открываются. Отщелкиваются. Желательно, кстати, вот, чтобы не вывалился, потому что есть такая тенденция в нем. Он вываливается. Можно придерживать. Может просто разбиться. Далее мы видим еще одну закладочку. Открываем ее. Здесь видим дополнительные входа. Все, которые нам не нужны, для того, чтобы не ошибиться, заклеены. Осталось только одно гнездо. Это и есть нужный нам вход. Подключаем в это отверстие. И тогда будет все в порядке. Шнур, который я использую, имеет два, вернее три, но третий заклеен. Вот, смотри, заклеен. Он не нужен. Значит, два тюльпана. Красный и белый. Соответственно, правый и левый канал. С этой стороны он имеет мини-джек. Мини-джек включается в тот самый линейный разъем. Это вход. Мы включили. И следующие концы мы подключаем к пульту. На любом музыкальном пульте есть множество разъемов. Нам требуется знать следующее. Мы видим здесь ТАП, Инпут или Аутпут. Это тюльпанные разъемы. Может ТАП отсутствовать. Может просто быть написано Аут или Инпут. Нам, естественно, нужен Аут, потому что мы уже воткнулись во вход. Вход мы уже использовали. Соответственно, мы пользуемся этими входами. Красный к красному, белый к белому. Собственно, все. Собственно, про этот рекордер все сказано. Выключается он точно так же. Нажимается буква «Ай» и выключается. Далее включается кнопочкой, которую мы и включали. Удерживаем ее немножко. Точно так же. Закрываем, как и было. Дотаскиваем все. Защелкиваем, потому что вываливается. Снимаю одной рукой. Неудобно. Закрытый все. Рекордер номер два. Это более профессиональный. Таском сороковой. Очень хорошая штука. Здесь, опять-таки, очень много всего. Знать надо минимум. Это и есть микрофоны. К ним прикасаться нельзя. Они настраиваются, вот так шевелятся. Но они настроены сейчас таким образом. И пусть так и остаются. Хотя нам это не потребуется. Включаем кнопку «Home». Удерживаем ее. Ждем, когда загружится рекордер. Загрузился. Настройки все установлены, которые нам нужны для линейного входа. Остается следующее. В нижней части рекордера есть у нас два вот таких вот входа. Здесь есть и «Jack», и «Canon». И нас интересует «Jack». Используется такой же шнур. Используется точно такой же шнур. Но у него, как видно, здесь есть два джека и два тюльпана. А там у нас было два тюльпана и один мини-джек. Здесь иначе. Точно так же. Правый, левый канал. Соответственно, мы втыкаем левый, белый, красный, правый. Втыкаем в разъемы. Значит, втыкаем в разъемы. Вот мы воткнули. В принципе, устройство готово. Для того, чтобы воткнуть его в пульт, мы также используем два тюльпана. И втыкаем их точно так же в «Out». Втыкаем красный в красную. Может немножко туговато быть. До конца надо воткнуть. Там защелка есть. Короче, достали до конца. Все. И так, чтобы его в действие привести, необходимо нажать рекордер легко. Он начинает моргать. Это значит, что готов к записи. На экране мы видим полностью нулевые значения. Если мы нажмем его еще раз, то мы увидим, что запись пошла. Больше он не моргает, как в первом рекордере. А в записи указано время, которое мы пишем. Все настройки уже сделаны. Ничего делать больше не требуется. Для того, чтобы остановить запись, нажимаем «Стоп». Бывает такой нюанс, когда мы нажимаем кнопку, она сразу пишет. Бывает, не моргает, а сразу нажимается. Это случайно, но это ничего страшного. Нормально. Бояться не стоит. Дальше, для того, чтобы выключить полностью запись, мы опять-таки удерживаем кнопку «Home» до полного выключения. Все, выключился. Точно так же разбираем, вынимаем. Все, запись закончена.